В контексте нашего разговора что-нибудь вы там вычитали? Ну, у нас уже время-то, может, читать, закончилось, но, по крайней мере, если мы прием решение, что в следующий раз, только начнем с вас прямо. А в следующий раз будет сейчас за неделю, я понимаю, да? Да. Нет, давайте тогда сейчас. Ну, дело в том, что здесь предисловие, оба предисловия и введения, это действительно такие очень насыщенные тексты, с одной стороны. С другой стороны, то, что касается прямо нашего вопроса, а именно, можно ли сказать, что сознание или форма полагает вот это самое движение, которое происходит в логике, мне кажется, что ответ косвенный на этот вопрос есть в предисловии к первому изданию, к самому маленькому. А какой вопрос еще у всех изводов? Вопрос у нас был, что происходит ли некоторое движение в науке логики помимо полагания сознанием или духом, или как бы там мы его ни назвали, или оно происходит каким-то вот просто объективным образом, вне зависимости от сознания? Потому что, ну, была такая точка зрения, она и есть, вот высказана была Игорем, о том, что просто есть бытие, да, вот сознание, дух, мышление, к этому отношения не имеют, как мы полагали. Высказано было положение, что есть некое понятие, некие первичные понятия, и развивая, то есть логически с этими первичными понятиями происходит движение в логике. Да, вот, проблема как бы только в том, откуда они берутся, можно ли сказать адекватно Гегелю, что здесь эти понятия полагаются все-таки сознанием, духом или мышлением, какими тут словами не следует, какими правильно будет пользоваться. Так вот, значит, в самом первом предисловии есть такой кусок. Он довольно большой, но я целиком его не буду читать, потому что он там потом переходит в изложение, собственно, начала уже логики. «В своей истине разум есть дух, который выше их обоих». Ну, имеется в виду, потому что начинается с рассудка и разума, как бы, простого, не спекулятивного. Значит, вот, в своей истине разум есть дух, который выше их обоих. Он рассудочный разум или разумный рассудок. Он есть отрицательное, то, что составляет качество диалектического разума и рассудка. Этот дух отрицает простое и тем самым полагает определенное различие рассудка. Он также разлагает это различие, тем самым он диалектичен. Однако он не задерживается в ничто этого результата, а выступает в нем как нечто положительное и таким образом восстанавливает первоначальное простое, но как всеобщее, которое конкретно внутри себя. Вот тут я остановлю цитату, потому что он, в сущности, что здесь делает? Он вот эту изначальную диалектику полагания бытия, потом ничто, потом становление и переход к нечто, излагает здесь вот в этом таким образом, что дух отрицает простое и тем самым полагает. Дух не задерживается в ничто этого результата. Дух восстанавливает первоначальное простое как то всеобщее, которое конкретно внутри себя. То есть если, я полагаю, что это позволяет ответить на вопрос, участвует ли в этом субъект полагания, да, участвует. И это не просто некоторое объективное движение. Есть еще всякого рода косвенные указания на то же самое, которое состоит в том, что просто вот в этом объективном развитии понятия происходит необходимая экспликация содержания духа. И это для того, чтобы подчеркнуть его необходимость, подчеркнуть его как бы непроизвольность, несубъективность в простом смысле этого слова, Гегель выбирает вот такой ход, когда он в самом тексте, это просто имеет вид диалектики понятий. Но вот в первоначальных своих изложениях и словиях в обоих введениях, он ясно говорит, что нет, это все-таки дух полагает, дух совершает и так далее. Поэтому на наш простой ответ есть, в общем, не очень простой, но давай простой вопрос, есть достаточно простой ответ. Вопрос стоял следующим образом. Непосредственно оно является, и дальнейшее движение, оно является просто понятием, с которым дух работает в своем аппарате лауки. Или построение оно было другое, когда у нас есть некоторое абстрактное сознание, которое полагает перед собой предмет, а этот предмет как таковой не может быть ничем иным, как простым непосредственным ли бытием. И одновременно лишено всякого определения. И в этом смысле является, то есть разница между работой с понятием и с полаганием некоторого предмета. Ну вот я полагаю, что, как я понимаю, все три куска этого текста, ответ состоит в том, что это противопоставление в корне неверное. Потому что нельзя сказать, что это просто некоторое объективное понятие, и оно там вот объективно движется. И нельзя сказать, что это некоторый дух, который активным усилием его воспроизводит. Описывается необходимая динамика становления понятия. Это становление происходит, безусловно, в духе и является усилием духа. Но как подчеркнуть его необходимость и объективность, не в простом смысле, то, что вне сознания, а объективность в смысле неизбежность именно такого развития. Вот как это сделать? Ну вот в результате он остановился на таком приеме, что это диалектика понятия. Но в предисловии, в обведении он несколько раз говорит, что это все-таки усилие духа. Вы понимаете, что феноменология? Сознание отличает от себя нечто, с чем оно в то же время соотношивается. Вот сознание отличает себя от дня. Это понятно. День чужая. Чужая. А в каком смысле соотношивается с собой? Поскольку дает дню определенное бытие. Поскольку день понимается как бытие, то сознание в дне соотношивается с собой. Когда в логике Геким начинает этот первый шаг в бытие, он отсылает нас к преминизму. Примечание. Преглавление. Это называется. А у граммита, как известно, шар. То есть я что хочу сказать, что... Это не значит, что Геггер имеет в виду то, что сознание наделяет предмет форм. У граммита, да. Давайте на граммите посмотрим. Сознание наделяет предмет формы. Сознание соотношится в предмете с собой. Как с формой. Значит ли это, что сознание вообще соотношится в предмете с собой? Что бы это означало? Как можно задать первый вопрос? Оно уже знает себя в отношении с собой в этом предмете? Вопрос по Геггере. Он следующий. Либо мы имеем, мы исследуем вначале понятие непосредственного, либо мы берем некий предмет, и этот предмет в силу обстоятельности является для нас ничтой иным, как непосредственным. Вот это противопоставление. Либо мы исследуем понятие непосредственности как такового, либо предмет у нас, предмет нашего рассмотрения, предмет нашего движения, оказывается для нас непосредственным предметом. Вот это противопоставление. Как вопрос, о котором он звучит. Я считаю, что либо предмет есть, либо сразу понятие. Да, да. Так у Геггера же на самом деле, если считать пеноменологию, он же говорит, что неважно, как говорить, что предмет там есть. Нет, мы говорим о логике. В логике как, по большому счёту? Только понятие. Я говорил, что понятие. Вот Олег Михайлович говорит, что наоборот, что начинается всё с предмета. Предмет – это феноменология. Предмет логики. Это было как феноменологию вступление. Предмет есть только феноменологию. Всё последнее, что сказал Олег Михайлович, но неважно. Не, не, просто как бы то, что начинается с предмета – это феноменология. Вот как-то предмет развивается. А в логике сразу понятие развивается. Чувственный предмет. Но и точно так же логика может поступить, она может положить перед собой некий абстрактный предмет, и она убедится, что этот абстрактный предмет… Да в логике нет субъекта, чтобы положить. В логике просто есть понятия, которые развиваются. Вот об этом и вопрос. Так нет и субъекта логики. Я-то тоже так же говорю, что изначально у нас есть понятие непосредственное. Просто есть понятие, и с него следует… Который оказывается непосредственным предметом. Вот в чем дело, хочу сказать. Но нет оказалось. Есть некое понятие бытия. Вот это тебе вопрос был… Понятие не что? Нет никакого непосредственного предмета. Йоккин-кор. Нет, нет, неправильно. Он говорит, что бытие есть простое непосредственное. Они непосредственные предметы. Но это же не в том смысле, что оно вот как бы просто первый встречный предмет, который мы встречаем… Да предмета нету, просто нет понятия. Мы договорились, что у нас не фитология, у нас логика. Это не первый встречный предмет. Это некий… Некое понятие. Либо некий предмет, который мы полагаем перед собой, и у нас он в силу бедности самой картины, с одной стороны, оказывается непосредственным предметом, в смысле бытие, а в другом смысле он оказывается у нас… Вершенно всякое определенное содержание. В смысле и в этом оказывается, что ничто. Либо мы просто… При нас есть понятие непосредственное, которое с одной стороны является бытием, а с другой является ничто. Вот это дилемма между двумя этими вещами, на мой взгляд. Не, ну так какая разница? Подожди. Тут же этот предмет такого сорта, который неотличим от понятия вообще в принципе. Ты можешь говорить два разных слова, но это бессмысленно, потому что этот предмет неотличим от понятия «совершенно». Неплохо предмет говорить слово, просто понятие надо говорить. Ну, надо же говорить, что… Ну, допустим, тогда не исчезнет, как голос Игоря… Мы имеем в виду, что как раз в будущем предмете сознание соотносится с собой. Это феноменология? Нет. Это логика. Вот, смотрите, я про феноменологию соотносится с собой. Вы сначала сказали, что… Правильно ли, Михаил Дмитриевич, что одно… Второе вот это понятие, которое вы настаёте, что в предмете сознание соотносится с самим собой. То есть есть некий абстрактный предмет. От его конкретности мы отвлекаемся, поэтому это и логика. А есть ситуация, когда перед нами просто есть простое непосредственное, в качестве понятия. Тогда мы не… У нас нет этой картины, что предмети сознания соответствуют с самим собой. У нас есть понятие и саморазвитие этого понятия. Вот, смотрите. Значит, с полуслова, но сейчас будет понятно. Таким образом, я попытался в феноменологии Духа изобразить сознание. Сознание есть Дух, как конкретное Знание. И притом поглядшее во внешнем. Но движение форм этого предмета, подобно развитию всякой природной и духовной жизни, покоится только на природе чистых сущностей, составляющих содержание логики. Да. То есть, это одна и та же история. Только он её в феноменологии описывает как действие сознания, соотносящего, привязанного к предмету. А в логике он вскрывает то, что двигало всю диалектику, которая есть в феноменологии, в виде чистых сущностей. Есть же у нас рассуждение, а есть логика рассуждения. Так же и здесь. Ну, да, совсем по-простому, да. Поэтому, ещё раз, да, вот твоё противопоставление, оно просто здесь, ну, неадекватно, этой ситуации. Ты хочешь сказать, либо предмет, либо понятие. Да, либо предмет, в котором я абстрактно соотношусь с ним с собой. В этом смысле у нас предмет вынесен за скобку, да. Либо, говорит, либо просто передо мной есть простой понятие. Простой понятие непосредственно, да, либо идея. Так вот. И нет ни какого субъекта. И нет ни какого субъекта, ни предмета, да. Ничего, ни хрена. Просто понятие развивается. А на самом деле всё происходит вообще не так. Есть соотношение с предметом. Но ты можешь либо описывать эту диалектику феноменологически, раскрывая, как происходит переход одного понятия в другое, либо ты можешь вскрыть ту диалектику, которая двигала эти переходы. Но это не другое рассуждение. Это не означает, что мы здесь начинаем с такого понятия, которое никак не соотносится с предметом. Это тот же самый кирпич бит сбоку. Нет, нет. Есть внутренняя, как бы, да, вот эта логика. Есть как бы некая эта логика, погрязшая, как написано во внешнем. То есть как бы погружённая в материал. Понимаешь, но это же разная логика, погружённая в материал, и логика в своей чистоте. Нет. Ну, одно дело, например, аристотелевская логика, да? Ещё раз. А другое дело, как бы, рассуждать. Движение форм этого предмета, подобно развитию всякой природной и духовной жизни, движение форм этого предмета – это движение сознания духа, погрязшего во внешнем. Ну, погрязшее. Движение форм этого предмета покоится только на природе чистых существ, составляющих содержание духа. То, что логика этого движения феноменологического, она и есть та логика, которую рассуждает Гейдель в чистых понятиях. У этого движения, погрязшего во внешнем, есть логика. Это же означает, что нет этого противопоставления между предметом и понятием. Это одно и то же. Нет, просто есть кому… Одно и то же относится либо в понятиях предмета, либо в понятиях понятия. Да, только есть чистая логика, а есть логика, реализованная на уровне предмета. То есть, она применена к этому внешнему. Ещё раз, она не применена. Она погрязла во внешнем, ты пишешь там. Она применена. Погрязшая во внешнем, ну да. Она применена, то есть предметник, некая перед тобой, как бы снять этот предмет и вот это движение. Какая, хрен, разница, погрязла, не погрязла. Это одно и то же. Ну, как он, есть, например, математическая логика, да. А есть как бы сидеть, как кто-то рассуждает на логике, ну, логично рассуждает, но в нём тоже можно усмотреть логические ходы. И что? Ну, он рассуждает, по-моему, погрязвая в этом внешнем, каких-то специальных рассуждениях. А можно вот значками математической логики написать и всё. Вот это будет чистая логика. А погрязшая, то есть, ну, значит, Петя, Вася, там, есть ли Петя, есть ли Вася и так далее. Вот это погрязшее во внешнем. Нет, но там никакого ни Петя, ни Вася, феноменологии духа нет. В феноменологии духа есть сознание, есть предмет, есть там восприятие, и снятие этого. А в логике нет ничего этого. Логики есть, быть и есть, сразу и что, всё, нет никакого предмета. И сознание, и вещь. Никакого сознания нету в логике. Нет никакого сознания. Да, феноменологии духа, я говорю про феноменологию духа. В феноменологии духа есть сознание, есть вещь, есть разные формы духа и так далее. Это не Петя, не Вася. Это тоже понятие. Нет, это тоже понятие. Петя и Вася тоже понятие. Тогда бессмысленно вообще говорить какой-то партнер. В начале фенологии духа у тебя есть честный, чувственный предмет, но противопоставит сознание. Теперь мы с этой позиции смотрим на руку логики. Можно сказать, что у нас есть не чувственный предмет, а чистый предмет, в котором то же самое сознание соотносится с самим собой. Хоп, это одна картинка. Вторая картинка, есть понятие непосредственное. И какое понятие? Нет ни сознания, ни предметов, которые у нас относят с самим собой, а есть чистое понятие непосредственное. И поехали Ну это же не из пальцев высосанное понятие Но генезис неинтересен Как неинтересен? Генезис неинтересен Математическую логику тоже как-то вынули Из реальной логики Это тебе неинтересно? Тогда значит тебе неинтересно Что и какова позиция Гегеля Нет, неинтересно Одно рассуждение Когда сознание соотносится Чистое сознание Соотносится с неким чистым предметом Это одна логика рассуждения А вторая логика Когда я беру непосредственно Я начинаю с ним работать как непосредственно Это ты говоришь, что это разные вещи А Гегель говорит, что это одно и то же Нет, это одно и то же Надо бы сказать так Что есть логика, примененная к внешнему Это феноменология Есть логика в своей чистоте Это работа с чистыми понятиями Ну ты можешь уворачиваться как бы Да дело же у него в уворачивании Мы же другие примеры Мы знаем, математика есть Можно батонный складывать А можно просто складывать числа Чистые математики Ну хорошо, хорошо Ты будешь заниматься дифференциальным исчислением на батонах Какая разница? Это одно и то же дифференциальное исчисление А Гегель упорно толщит, что нет Видите ли, батон плюс батон Это не то же самое, что один плюс один Это две большие принципиальные разницы Его мнение, пожалуйста Ну я бы сказал так, что есть логика Есть ее реализация Реализация в виде как бы вот феноменологии Это реализация некой логики Причем эта реализация есть в других вещах В истории философии, например Это тоже некая реализация опять же Этой логики В истории как бы просто истории мировой Тоже есть реализация опять же этой логики Эта логика реализуется в многих вещах Думаешь, что из такого понятия Как понятие непосредственности Как вы его вообще понимаете? Что же такое понятие непосредственности? Ну непосредственность как таковая А вот это понятие непосредственность как таковая Еще лагер, так сказать Ну и понятие, ну неописательно таковая Понятие непосредственное, чем плохо Ну Гегель называет это бытие Ну понятно, да Есть бытие Ну есть понятие бытия Оно же появилось из непосредственности берешь как непосредственно, ну, знаешь бытие. А берешь, что она лишена всякой определенности? Я вообще хочу сказать, он же здесь не говорит мне никакой абстрактной предмете то самое предмете, который лишен любой определенности. Он говорит, нет. Вот эта самая самая вот эта самая непосредственность, она не говорит ничто, не имеет момента содержательности. Поэтому он и говорит, это ничто. Но я бы, на самом деле, сказал, что логика это богословие, на самом деле. Потому что у него вот эта вот чистота понятия, она как бы говорит о том, это есть ничто иное, как это чистое представление о Боге. Вот вся эта логика, если ее конструктивно так вот развернуть, то это и есть Бог. Который везде, везде. Такое представление о Боге сжигали на костах. Надо, значит, Гегеля сжечь. Потому что Гегель, на самом деле, он хитрый такой теолог. Он как бы, потому что в феноменологии он еще и держится в каких-то реалиях, а в чистой логике он там занимается просто чистой спекуляцией. То есть тем самым богословием. Не, ну, ладно. Ну, вот Зайцев вообще предельно уже такого понимания, что бытие – это когда сознание в предмете соотносится с собой. Соотносится просто. Ничего кроме этого соотношения с собой нет. Но это в предмете соотносится с собой. Предмет не есть нечто иное, поэтому просто сознание соотносится с собой. Я, собственно, и предложу подумать над этим сложным построением, потому что здесь еще сложнее, чем у Аристотеля. У Аристотеля это некая там потенция там, а здесь вот в предмете соотносится с собой. То есть он дает, ну, или преминент давайте возьмем. Сознание дает предмету форму и в предмете чем самым соотносится с собой. Поскольку дает форму, это и значит, дать форму значит, вот, я правильно относил мои сомнения, дать предмету форму вообще дать предмету форму значит совместись с собой в этом предмете. Больше ничего нет. И у на самом деле парминента совершенно восхитительно, что в таком случае за пределами границы действительно ничего нет. Понимаете? Это же не эмпирическая граница. За эмпирической границей обязательно что-то и есть. Обязательно вопрос о том, что же там. И так именно сапор-минкан и так именно и понимают. Что-то граница какая-то. Не просто сознанию положено. Если как феноменология, то да. С одной стороны, конечно, сознание полагает форму, но с другой стороны предмет тень. Поэтому обязательно интересно, что же там за границей нет. Если мы даем форму дню, дню, интересно подумать, конечно, даем форму дню, то он как бы делается днем, но он делает же днем, он остается иным для нас. С одной стороны, наши, потому что мы дали форму и сделали его днем, но он-то все равно же мы не можем днем соотнестить как с собой. Игорь пишет соотносится сыны. То есть познает иное, с чем в то же время соотносится, то есть с одним он даже не соотносится. Никак. День он сам посидит. Но в то же время, в то же время с этим соотносится. Мы можем это понять, я это могу понять, только через форму, только как по источнику, на самом деле. Потому что у меня есть определенность и по стольку соотносится сознание в дне соотносится с собой. Хотя вообще-то это нечто иное. Ну как с кушином и говорить только что? Понятно, что в кушине можно соотноситься с собой, только соотносять с формой кушин, а не с глиной. Глиной просто нечто иное, к которому даже ниже относится. Или соотносится только через форму. То есть может быть даже Гекер как бы ничем не спорит. Аристотель просто берет конечную ставлю, но вот уже кушин готов. Оставим побои это смешение, это потенцией, вот перед нами кушин. Ну что? Глиня на кушин. Что мы видим? Мы видим, что это нечто иное, с чем в то же время соотносится. Это феноменал был. Я пытаюсь уточнить, понять, что это значит. Это значит, чтобы понять Гегеля, я прыгаю в историю, вы понимаете. Я говорю, что это значит? Когда Гегель говорит, сахарментарные фраги сознания познают нечто, чем оно в то же время соотносит. Что это значит? Что бы это значило бы, если вообще что-нибудь значит? Для меня это может вообще что-нибудь значить только в аристотельской ситуации, что день как день, глина как глина, это конечно познание иного, но в этом ином я соотношусь с собой. Как? Через форму кушает. Через форму кушает. Поэтому меня, если все это так, меня конечно же заинтересует что за пределами дня. Иначе эту границу понять нельзя. Граница как граница глины, граница как граница дня предполагается что-то есть пределами насчет что-то заграница а променит великолепенно. Ничего там нет. Почему там нет ничего? Потому что здесь предметы сознания соотносятся с собой и все. Да в предмете. Да с собой. Почему соотносятся с собой? Потому что дает предмету форму. Тем самым устанавливает такое отношение. полагай предмет. Вот мы схватываем эту ситуацию и сознание полагает предмет. Что это значит? Дает ему форму. Все. Глина это стул. Стол это тоже форма. Глина это день, ночь. Не важно. Дает предмет. Какую форму? Не важно. форму. Бога подменила тоже. Круг это форма формы. Просто формы. Сказать круг сказать просто формы одно и то же. И поскольку здесь сознание в предмете соотносятся с собой, нам не интересно что за граница. А всем остальным интересно потому что не понимаете ситуацию феминологически. Потому что перед ними небытие куда они денутся все равно должен быть глиной и форма кувшина. Даже оказывается феминологическая ситуация никуда не денутся на это потому что он не но интересно что мы это делаем. Сразу начинается что свет связан с тьмой и поехали двуголовые существа которые живут в мире мнения. На самом деле они живут в этом феминологическом мире погрязшем в частности. А если так остановиться и сказать сознание дает предмету форму тем самым устанавливая ситуацию когда в предмете сознание соотносится с собой и это называется бытие. простое бытие бед дальнейших определений которые с другой стороны есть ничто. Опять же ничто оформленное потому что ничто не оформленное это то о чем ничего не скажешь. Если нет формы то а ничто уж точно ничего не скажешь если оно лишено лишено формы просто ничто это смешной разговор что пармидо уже заметил не позвольте тебе говорите что ли вы говорите ничто пармидо за пределами шара действительно не о чем говорить и гегель не выходит за пределы шара у него не то ничто что пармидо не то ничто то что за пределами светящего этого шара а у гегеля внутри самого шара но мы все остаемся в ситуации в предмете сознание соотношется с а почему потому что дает предмет но при этом предмет не имеет вида определен вот эта схваченная гегелем картинка мне кажется она не я сейчас на ходу придумывал потому что как бы подобрать с углом меня раскачали и я что-то например день и ночь тогда это надо бросить потому что это некие определенности опять же глина и прочее да то есть только такие какие-то костыли чтобы нам что-то понять гели в каком-то смысле говорит так же как мы то есть предмет как предмет предмет да как предмет совсем другое строение глина 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 так действительно о становлении предмета с самого начала речь не идет о становлении не входит в определение предметов вообще ничего общего не видно но в принципе с самого начала предмет берется ну и в армении интересно посмотреть бесконечно интересно это тоже интересно действительно ли это никак не определяют то есть это тот же аристотель просто изложен не иначе еще раз оставим за скобками то что форма кувшина сделала глину глиной возьмем глину 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 и с ним поработаем все таки у Гегеля похоже вместо содержания занимает ничто именно это же можно понять как то что можно ли ответить на вопрос какое качество в содержании какое содержание в этой форме форма у нас простой бытие просто равная себе содержание его ничто то есть никакого никакой глины меди ничто это тоже форма другая потому что нельзя так сказать если содержание будет ничто нельзя будет сказать что бытие равно ничто возможно ну просто у меня сейчас в качестве гипотезы такой, если понять ничто как содержание, как то, что стоит на месте содержания, если продолжать аналогию с Аристотелем, то тогда аналогия как бы сильно не точна, потому что для Аристотеля все-таки важно, что материя, она какая-то. А здесь никакая. Какая материя в форме? Никакая. Это ничто. Ну да, да, конечно. Здесь аналогия с Аристотелем действительно не проходит, потому что тогда Аристотелем становился бы предмет как предмет. Ну да. Как предмет, и гипотез взял уже конечную стадию, когда предмет стал как предмет, и вот мы с ним работаем. А этого в помине нет у Аристотеля. У Аристотеля всегда становление что-то конкретное. Вообще предметы всегда что-то конкретное. И кроме Гигеля у всех так, как мы сегодня уже удивлялись. У всех кроме Гигеля предмет это не просто красное или синие, это просто красное или синие. Это предмет. И все. У Гигеля, у Гигеля, все на сегодня.